Здравствуйте дорогие зрители, продолжался марафон ATEEZ и у нас композиция Say My Name. Все ссылки на экране, милости прошу, к нашему шалашу. Make этот канал great again и... поехали. Очень нравится начало с акустической гитарой, она такая немного подгруженная именно, как будто через консоль какую-нибудь. Вот видите, духота началась техническая, через какую-то консоль, немножко подгруженная, может быть через какой-нибудь там преамп, подгруженный слегка звук. И при этом, несмотря на то, что слева у нас была гитара, а справа ничего, как-то не чувствовалось дисбаланса между левой и правой стороной. В общем, дальше. Ага, у нас два варианта возможных, почему гитара играет слева, но при этом справа компенсируется. У нас либо вправо идет дилеем, то есть с помощью небольшой задержки часть гитары, либо ее каким-то образом сделали а-ля рояля, то есть когда у нас низкие ноты слева, а высокие справа, то есть каким-то образом так ее подсвели. Но я точно не помню, с помощью каких приборов это можно сделать, ну, может быть там дублировали что-то еще. Ладно, это я пытаюсь залезть в это в техни... Ну, вы видели надпись, там, профессиональный звукорежиссер, ну, я должен отрабатывать этот титул. Я, конечно, мог бы поменять название, но такой удобный уже шаблон для роликов, поэтому будем отдуваться за название, которое я придумал давно. Но я действительно звукорежиссер. Какие сильные голоса. Да, вот сейчас, опять же, по именам я, скорее всего, так всех и не запомню, потому что они тут не подписывают. Так что, сожалею. Но вот парень, который сейчас очень высоко пел, прямо так плотно звучит, что, скорее всего, для него это ноты, которые не являются какими-то экстремальными. Ну, либо он очень старается, ну, прям здорово. Субтитры сделал. Здорово сделан тот момент с таким, в кавычках, подъездным акцентом. Say my name, say my name, say my name. Hey. Ну, ладно. Там немножко другая позиция для извлечения этих нот. Нужно чуть распеться, но, как бы, отдельный респект за низкий вокал. Подумаю, что я тут кривляюсь, и вы правильно думаете. Но, это звучит здорово. В смысле, то, что он спел, а не то, как я прокривлялся. Вообще, очень странно. У нас, потому что удар баса идет слева, бочка справа, но, при этом, пока я не вслушивался, у меня не возникало вопросов, почему, как бы, у нас низ не по центру. Интересный подход. Ну, либо где-то обманка есть, и, возможно, туда просто засунули средневысокочастотные составляющие, а в центре остался самый низ. Синтезатор Прикольный синтезатор сейчас вот такой, как комаринный писк, но, чтобы вы понимали, какой нужно вычленять, когда перемотаете на 5 секунд назад. Он напомнил мне группу Pain с песней Shut Your Mouth. Ну, закрой свой ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот. И там был на фоне такой вот тоненький синтезатор, который вот как раз похож на это. Возможно, они использовали реально один и тот же синтезатор или ввести плагин, VST-плагин синтезатора там какой-нибудь. То есть, вполне возможно, потому что я уже так, кстати, находил у некоторых коллективов пресеты. Я такой сидел дома, ковырялся в синтах каких-то такой листа, его прикольный пресет. Через два месяца слышу какой-то группы, они такие, о, они тот же сам плагин использовали. Поэтому вполне вероятно, что использовался один и тот же синтезатор, чтобы получить тот звук. Ну, здорово. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это какой-то очень странный переход. Вот я не могу понять, почему песня резко стала громче на несколько децибел. Ради эксперимента научного я сейчас хочу провести его. Я быстренько посмотрю на анализатор, перемотав назад, и посмотрю, насколько у нас скачок громкости произошел. Ну, там было у нас минус 18, РМС стало минус 12 на пару секунд, и опять вернулись на минус 17, минус 18. Я не знаю, это больше похоже на какой-то производственный косяк, потому что оно было слишком резко. Но, возможно, такая художественная задумка. Но очень резкий какой-то скачок громкости. То есть реально, как будто кто-то случайно дернул и забыл фейдера поправить. Ну, ладно. Пишите, если вы знаете, в чем секрет. Может быть, это действительно какая-то очень тонкая... Ирония. Странно, что такой скачок был громкости. Субтитры сделал DimaTorzok По большей части все, что про эту композицию думаю, я сказал. Вокал, ребят, по-прежнему хорош. Неожиданно, да, вот становится потихоньку даже лучше. Странно, да, как такое бывает. Когда ты много занимаешься, это становится все лучше. Ну, если без шуток, кроме вот этого момента, все мне понравилось. Но момент, где резко поднялась громкость. Только думаю, ну, ладно, сейчас они поднимут ее, она будет до конца. Такой, нет, 2-3 секунды, и она упала обратно. Я уж не знаю, может, это артефакт, который на YouTube как-то каким-то образом проявился. Честно, без понятия. Можете написать, возможно, на стриминге этой ошибки нет. Потому что мне кажется, что это все-таки какая-то производственная ошибка. Ну, либо файл какой-то с YouTube битый. В любом случае, будем дальше смотреть, что у ИТИС, и смотреть на список бустеров. Спасибо, дамы и господам, за то, что продолжаете поддерживать все мои каналы. Это неоценимый вклад в их развитие. Без вас эти ролики бы не выходили, и вы голосовали за этот марафон. Поэтому надеюсь, что вы наслаждаетесь. Также спасибо тем, кто дополнительно донатит на сборку пекарни. Что еще? У нас там есть самореклама. Милости прошу. Как-то пониже так сделать. Там есть ранний доступ к различным роликам. Помимо этого, там все реакции выходят пачками. Ну и много чего другого. Можете влиять на судьбу канала прямо там. И что еще хотел сказать? Есть канал MPReview с кейпоп новостями. MPLive со стримами. И телеграм-канал как хаб-локация. С вами по-прежнему Максим. Я не говорю проща. Я говорю до новых встреч. Пока.